Добрый день, дорогие дамы и господа! Сегодня с вами компания Arbot Homes. Это я, Шалкар, и мы с нашим оператором Никитой проезжали тут в ТЭДЖ и заскочили кое-что ли вас снять. Такое короткое, но очень информативное видео. Мы с вами находимся в одном из большинства, вернее, в одном из многих заведений, которые занимаются ремонтом сотовых телефонов, оплатой телефонов-счетов, оплатой, то есть вы можете пополнить интернет, вы можете купить сим-карту разных фирм. Например, у нас есть оператор Vodafone, Turktelecom и Turkcell, также Beamcell. Например, я пользуюсь Turktelecom, супруга Turkcell, разницы особо не видим ни в скорости, ни в качестве связи. По деньгам присоединяются одинаково. Вот для не знающих людей, которые еще не смотрели наш предыдущий ролик про то, как пользоваться банком, или если у вас нет телефонного банкинга, можете прийти в одно из таких заведений, например, это находится в ТЭДЖЕ, в самом центре ТЭДЖЕ, и наличную внести сюда на кассу денежки и попросить заполнить вам интернет, или там минуты. Также здесь вы можете, например, у меня экран в одном из телефонов тресла, могу отдать сюда, они мне починить буквально за один день. В зависимости от модели телефона, это 400, 500, 700 тысяч лир, без разницы, смотря опять же, какой у вас телефон. Также здесь вы можете, а, очень важно, здесь вы можете снять деньги через CoronaPay. Да, не обязательно ПТТ ждать, на почте ждать большей очереди, это буквально прийти сюда, заказать деньги, на следующий день можно будет уже их обналичить. Это все официально, через чек, мы сами этим пользуемся. Поэтому если вы замечаете вот такие вот магазины, вы можете купить себе аксессуары, можете купить какие-то, может быть, здесь единственные продукты телефоны, чехлы, наушники, оплатить счета за свет, за воду, за газ, любого рода счета, пополнить телефон и конкретно здесь вы можете снять деньги. Это район ТДЖ, самый центр. Ну что, это короткое, но я надеюсь, очень полезное для вас видео. Еще важная вещь, раз мы вот в таком вот заведении, про телефоны. У людей, которые въезжают в Турцию, то есть для иностранцев, когда они въезжают на территорию Турецкой Республики, телефоны заграничные получаются, они заблокируются через 4 месяца, 120 дней с момента въезда. Раньше можно было продлевать через госуслуги местные давления, но теперь это уже является невозможным. Можно будет оплатить налог, например, на айфоны, если не ошибаюсь, 2750. Могу ошибаться, нужно перепроверить, в Турецких лир разблокировать телефон, заплатить налог. Раньше мы могли через госуслуги зайти по аймэю и номер паспорта, продлить наш телефон на 2 месяца бесплатно. И так в течение года. Год истекает, мы продлеваем вновь. Я пока еще ни разу за свой телефон не платил, в этом году, наверное, придется. Это неприятная, но нужная новость. Имейте в виду, что телефоны, ввезенные в Турцию и с другой стороны, подлежат блокировки. Нужно будет разблокировать. Это все делается в налоговом управлении. Ну что, это была компания Arbat Homes. Мы с вами вещаем из города Мерсин. И напомню, мы будем скоро в Узбекистане. Уже в ноябре месяце, дай бог. И в конце ноября мы будем в Казахстане. Пишите на наши мессенджеры. Мы стараемся быть для вас полезными. С любовью и солнечной Мерсина. Компания Arbat Homes. До свидания.